Добрый день, дорогие студенты! Сегодняшняя наша лекция Композиция. Основные части работы Тема лекции ознакомит студентов с Композиция текста, структуры, типы и особенностей План Композиция текста Второй вопрос Структура, типы, особенности текста И по дополнительным материалам Можете обратиться Автором Бежилковой Эстер, написать липератор, курсовые, дипломы и так далее Композиция, академическое письмо, учебное пособие с ухом 2018 года И ЮМ Куршинское и другие авторы Академическое письмо от исследования Текст учебник и практику для академического бакалавриата Под редакцией ЮМ Куршинское издательство Юрайт 2019 года Итак Перейдем к самой лекции Что такое композиция? Композиция это строение, расположение и соотношение составных частей Текста Обусловленное его содержанием, проблематикой, жанром и назначением Композиция текста Это способ его построения связи, его частей, фактов, образов Знаменитому римскому ученому Марку Фабию Квинтилиану Принадлежит честь разработки теории композиции речи Квинтилиан выделил 8 частей величия оратора Композиция речи, им разработанная, вошла в практику позднейшей риторики Итак, 8 частей композиции по Квинтилиану Первое. Обращение Его цель – привлечь внимание аудитории и расположить ее к оратору Второе. Именование темы Оратор называет то, о чем будет говорить, настраивает слушателей на предмет Заставляет их вспомнить то, что им известно И готовит их к углублению в предмет Третье. Повествование состоит из описания истории предмета Как возник вопрос, который подлежит разрешению и как сложилось само дело Четвертое. Описание Рассказ о том, каково дело в настоящий момент Пятое. Доказательство Состоит из логических аргументов, обосновывающих решение проблемы Шестое. Опровержение Доказательство от противного Допускается иная точка зрения на предмет, которую оратор и опровергает Седьмое. Возвание Обращение к чувствам слушателей Цель – вызвать эмоциональный отклик аудитории Занимает предпоследнее место в структуре речи Потому что люди обычно более склонны выносить суждения, основываясь на эмоциях, а не на логике Восьмое. Заключение Краткое изложение всего сказанного и вывода по обсуждаемому делу Так или иначе, композиция устной речи, предложенная квинтельяном, с устных текстов перешла на письменные и в какой-то степени вошла в практику многих жанров публистических научных художественных текстов Более известны в школьной практике такие основные ее части, как «вступление», «зачин», «основная часть», «заключение», «концовка» Типовая композиция текста по квинтельяному предполагала последовательное изложение материала речи Однако, одним таким видом построение текстов не ограничивается Типы композиции текста Линейная композиция Представляет собой последовательное изложение фактов и событий и обычно строится по хронологическому признаку автобиографии отчет Следующая, доступенчатая, предполагает акцентированный переход от одного положения к другому лекции доклад Следующая, третья, концентрическая композиция Дает автору возможность перейти от одного положения к другому с возвращением к уже приведенным положениям по типу спирали В этом случае подчеркивается уже известное читателю или слушателю И к этому известному добавляется новое такое тип строения способствует хорошему усвоению текста Четвертое, параллельное Это основа на сопоставлении двух или нескольких положений, фактов, событий Например, школьное сочинение, тема которых Чацкий и Молчалин, Аниен и Ленские, сестры Ларина Следующая, дискретная, предполагает пропуск отдельных моментов изложения событий Этот сложный тип организации характерен для художественных текстов Например, такое решение часто лежит в основе детективов Кольцевая композиция содержит повтор зачина и концовки текста Такой тип строения дает возможность вернуться к уже сказанному в зачине на новом уровне осмысления текста Так, например, неполный автор зачина стихотворения А, блока, ночь, улица, фонарь, аптека Дает возможность осмыслить сказанное поэтом как жизненное противоречие словам И повторится все как вставь в концовке текста Контрастное основано на резком противопоставлении двух частей текста Жанровые виды композиции В зависимости от жанра текста она может быть жесткой Обязательной для всех текстов жанра Справки, информационные заметки, заявления, докладные записки Следующие, вариативные Примерный порядок расположения частей текста известен по Но автор имеет возможность варьировать его Учебник, ответ на уроки, письмо Нежесткое, предполагающее достаточную свободу автора При этом, что он ориентируется на существующие образцы жанра Рассказ, почек, сочинения В текстах, построенных на основе логического объединения элементов Используется линейная, ступенчатая, параллельно-концентрическая композиция В художественных текстах ее организация чаще более сложная Она по-своему выстраивает время и пространство художественного произведения Спасибо за внимание